Здесь, в долине Коктебеля, неподалеку от Феодосии, В этом доме провел многие годы жизни поэт, художник и ученый Максимилиан Волошин. Моей мечтой с тех пор напоены пред горей героические сны, И, как ты, Беля, каменная грива, его полынь хмельна моей тоской, Мой стих поет в волнах его прилива, И на скале, замкнувшей зыбь залива, Судьбой и ветрами изваян профиль мой. В 22 года за участие во всероссийской студенческой забастовке Волошин был исключен из университета. После долгих странствий в 1917 году он приезжает в Крым и здесь живет. Дверь отперта, переступи порог, Мой дом открыт навстречу всех дорог. Дом может быть просто собственностью человека, его владения. И дом может быть как бы продолжением его личности. Недаром Волошин говорил, Дом, как одежда, должен быть в пору человеку. Волошина отличала богатырская жажда знаний и впечатлений. Его библиотека насчитывает тысячи томов на разных языках. Сам он так определял свою художественную программу. Все видеть, все понять, все знать, все пережить. Все формы, все цвета вобрать в себя глазами, Пройти по всей земле горящими ступнями, Все воспринять и снова воплотить. Искусство для Волошина как бы продолжение жизни. Пейзажист, учил он молодых художников, Должен изображать землю, по которой можно ходить. И писать небо, по которому можно летать. Я пишу акварели регулярно. Каждое утро по 2-3 акварели. Так что они являются как бы моим художественным дневником. Мой дом открыт навстречу всех дорог. Гостеприимство Волошина – это больше, чем черта воспитанного человека. Оно слито с его постоянным стремлением ободрять людей, Помогать открыться талантам. И дом поэта был задуман как дом для многих друзей. Здесь бывали и подолгу гостили писатели, художники, артисты. В первые же дни октября Волошину была выдана охранная грамота Совнаркома. Писатель и художник Волошин Находится под покровительством советской власти. А дом, библиотека и архив Как государственная ценность реквизации не подлежит. Я не собственник и не помещик, говорил Максимилиан Волошин. Я интеллигент-пролетарий. И дом мой – всеобщее достояние людей, единой со мной веры, то есть искусства. Гость Волошина получал свою комнату, где мог спокойно работать. А Мария Степановна, жена Волошина, говорила, «Ни с кем специально знакомить вас не буду. Здесь все друзья». И многие, кому посчастливилось бывать, жить, трудиться в Волошинском доме, вспоминали потом, как легко, радостно и дружно они там жили, как спорилась работа. Расставаясь с гостем, хозяин вручал ему на прощание свою акварель. Этот обычай он соблюдал свято, не обходя своими подарками и маленьких детей. Трудно сказать, в чем он был больше талантлив. В поэзии, в живописи, в археологических раскопках или, может быть, в человеческом общении, в открытой доброте к людям. Незадолго до смерти, он умер 11 августа 1932 года, Волошин подарил свой дом союзу писателей. Поэт был похоронен по его завещанию на вершине холма. «Утихла буря, догорел пожар. Я принял жизнь и этот дом, как дар нечаянный, мне вверенный судьбой, как знак, что я усыновлен землей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова